А такие вещи бывают, бывают такие вещи, но тем не менее в Бога нашего я верю, верю, и пусть эта вера будет всегда со мной, потому что в Бога нашего мы вместе с моим товарищем верить начали еще в 89-м году, первоначально я тогда прочитал, да-да-да, я верю, и даже мы будем говорить о сути событий. Сегодня 27 марта, сегодняшний день, день моего рождения, именно 8 лет назад мне сделали операцию, открыли мою голову, вот ее открыли и убрали прослойка, то есть прослойка у нас в голове встает, то есть иначе бы, если бы не было той самой прослойки, наши мозги бы сразу затряслись, она есть, она наш мозг оберегает от ударов, понимаете? Но у меня не получилось, ну понятно, да, то есть нос кривой, перегородка была нехорошая, и что-то получилось следующее, то есть сама вот эта прослойка, которая в голове находится, она выдавила мой мозг, очень серьезная вот сюда, и поэтому у меня с 2002 года кровь текла из правой ноздри, ну холодно, и сразу кровь текла, 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 я думал, все нормально будет, оказалось, совсем все нехорошо, то есть меня положили, то есть я до этого лежал в больницах, 6 раз меня возили, давление туда-сюда прыгало, и никто не мог понять, а потом оказалось, если бы не та женщина, которая меня отвезла на коттеджку, да, я бы, наверное, тоже бы крякнул, но после того, как мне сделали операцию, а если честно, я бы не хотел, чтобы мне делали операцию, потому что, ну, как-то сказать, возникали у меня проблемки, но вот человечек лежал рядышком, Марат, и мы вторую операцию сделали, и после этого я сказал, давайте делать операцию, мне сделали операцию, очень хороший человек, Леонид Давыдович Сак, вот, убрали у меня мозг вот отсюда часть, и поэтому после этой операции у меня началась, как бы сказать, я не помнил не то, что я бы жил, а рефлексы обыкновенные, которые я начал учиться жить, то есть снимать и все это делать, я просто потерялась, то есть я не помнил ни времен, ни дат, ни времени, понимаете, так клево было, вот так вот клево было, мало того, там были такие, врачи были очень хорошие, вопросов нет, а вот с медсестрами я бы еще сейчас боевых вызвал, да, ну, да ладно, это уже тема отдельная, они хотели, чтобы я сдох, а не получилось, так вот, мне сделали операцию, и потом я куда съездили, мне сказали по нашим гистологическим данным, что у меня амнопластическая страстома крупнозерновая, Г2, Г2 как раз 80 лет я бы мог бы прожить, после того, как я поехал, я приехал к нам сюда, мне сказали, что я прожил всего два года, вот я поехал сразу в Черябинск, по дороге себе купил, естественно, ноутбук, чтобы было понятно, как лечиться, да, 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 я посмотрел, что оказывается, мы немножко очень далеко от тех мыслей, которые во всем мире-то и присутствуют, операция, которая на мне проводилась, она была 3,5 часа, у меня валили литр 300, в чужой крови, и я весь покрылся всякими шнякшками, вот, ну, красота была просто, вот, в Черябинск я приехал, они так и не поняли, что у нас специалисты есть, мы-то думали, что там крутые, а в Черябинске нет, сказали, нет, как-то не так, гистологию посмотрели, сказали, что у меня мелкодисперсная астроцитома, г-30, с г-3 люди проживают, ну, максимум 4-5 лет, после всего этого дела я летом уже поехал в Турцию, где турки мне сказали, Леш, дай мне гистологию посмотрим, я им отдал гистологию, и оказалось, что у меня глиобластома, с глиобластома у нас проживают год и три месяца, не более того, как, Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Алексей Хоростовский, а я сразу им говорил, ребята, все-таки не сверху падайте вниз, а надо вниз опускаться, падать ниже плинтуса, как и я упал, естественно, я упал ниже плинтуса и задал вопрос, то бишь, в связи с тем, что у смерти сатрака у нас 65%, я задал вопрос, где это может лечиться, и тем не менее я знал, что рядышком с нами находятся два очень таких неплохих государства, с одним из них у нас прямая граница, с другой через два государства, то есть надо понимать, что Индия и Китай, это рядышком, да-да-да-да-да, я съездил в Индию, они мне сказали, а что ты, Леш, у тебя целый год химии, я говорю, ну и что теперь, говорят, ты же сдохнешь, ну я говорю, я в принципе знаю, как с печенью справляться, не мне говорить, как с печенью справляться, алкашу бывшему, в смысле я не был алкашей, мне это дело всегда нравилось, но как бы вам сказать, что когда у меня появился сын, я сказал, хватит, хватит, ребята, сын не должен видеть, как папа пьет алкоголь, и как только сын родился, я перестал полностью употреблять алкоголь, то есть сыну сейчас 10 лет, мне 8 лет после операции, я алкоголь не употребляю, это все, то есть я легко выскочил, поверьте мне, в этой жизни я много чего испытал, даже, наверное, то, что вы вряд ли для себя испытывали, мы все прошли, поверьте мне, и я спокойненько от всего этого дела отошел, и после этого я поехал в Китай, да-да-да, в Китай, сейчас я вам продемонстрирую, вот эти два укуса пчел, в те точки, которые я вам сейчас покажу, то бишь пчелы нас лечат, это очень хорошо, очень хорошо, я также лечусь, также постоянно на этих вещах работаю, и мне нравится все это дело, после этого я поехал, естественно, на Кубу, вот, ой, простите, вот, вот, на Кубе, на Кубе я сам нашел внезапно, каким-то образом, Господь Бог есть, я в Него верю, я точно знаю, что Он есть, потому что вы не верите, это еще и не только что верю, еще и вижу, понимаете, две разные вещи, в интернете посмотрел, сказали, вот эта вещь, вообще, винта ушибает рак мозга, естественно, туда поехал, там это стоит 3 доллара именно такая, такая же штука у нас, кубинцы привозят, продают за 163 доллара, но у нас показано, что там, в коричневом фоне, но так он и зеленый, для местного населения, вот, я до голубого Скорпиона, да, Скорпион есть на Кубе, в Пуэрто-Рико, Аризона, так, сейчас скажу, а, в Иране, естественно, и в Китае, все, то есть, вот это было вообще красиво и ровно, уже после этого, естественно, я смотрел и понимал, о чем речь, и, господа мои, а лучше товарищи, господь бог мне показал, что очень хорошо с раком борется лекарство под названием клемастин, клемастин, да, не клемастин, а тавиагил, те же самые дела, просто смотрите, что это такое, и делаете, и покупаете, никаких проблем, работать просто красиво и ровно, господь бог сказал, после всего этого, опять же, господь бог мне продемонстрировал, что с раком мозга очень хорошо работает другое лекарство, оно ушибает наш холестерин, который называется в крови у нас находится, и я, естественно, начал покупать эту штучку, то есть Розис Старк, в этом году, на 25 декабря, в прошлом году, 2020 году, вот, на католическое Рождество, ну, протестанты тоже празднуют, естественно, вот, 25 октября, декабря, простите, я, у меня очень много друзей, не только православных, кстати, православие везде и всюду говорит, что мы как бы занимаемся ортодоксальной церковью, понимаете, ортодоксы празднуют ее 7 января, ну, бывает, а я праздную и там, и там, и в этом году он мне сказал, что есть такая штука, лапирамид, это противодиарейное средство, противодиарейное средство, против жира нашего, да, и противоаллергическое средство, и то, и другое, все это вместе стоит, ну, реальные копейки, то есть я еще раз говорю, прежде чем что-то думать, надо подумать о том, что и чем мы речимся, и по сути оказывается, что то, чем мы речим, шикарно ушибает рак мозга, и то, и другое, по таблеточке я пью, ну, и то, и другое, и вместе все взятое, и все это дело не таких больших денег-то и стоит, вы понимаете, да, примерно 1000 рублей, 2000 рублей каждый месяц я плачу, живу, живу, и все это дело красиво делается, понимаете, о чем я говорю, вот так вот, живите, пожалуйста, но вы же думаете, что только на русском языке все это дело, говорю, нет, не обязательно, I can speak on English, it's no problem for me. As you can see, if you want to understand the people who can live with glioblastoma, like me, как и Жанна Фрис, которая ушла уже на тот свет, как и Андрей, Михаил Задорнов, который тоже на тот свет, как и Алексей Хворостовский тоже на тот свет, то есть они как-то высоко прыгали, понимаете, я опустил это ниже принтуса, я поэтому живу красиво, понимаете, я живу красиво, чего и вам желаю, и давайте все-таки определимся, что если я живу, любой, кто болеет раком, посмотрев мой сюжет, вкручив свои мозги, может жить дальше, я думаю, что это для вас хорошо, и живете счастливо, и верьте в Господа, Бога нашего, всемогущего, всеслышащего, верьте в Него, Он есть.